Загляни в лавку rpkdon.com, покупай серебро и заказывай услуги. Подробности ищи на сайте, а ссылку под видео. Всем привет, ребят, с вами Нитрич и играем мы в Black Desert Online. И вот он долгожданный гигант. А гигант у нас сегодня гусев. Ну, давай рассказываем, как себя ведет в ПВЕ фарме на париках гигант. Вообще, какие скиллы используют и что бы ты советовал до 50-го, допустим, левела использовать и после 50-го, как фармить? Ну, в общем, тема такая, что, собственно, есть скилл, который называется удар головой. И я так подозреваю, большинство гигантов его недооценивает. Собственно, этот скилл дает очень сильный баф, который прибавляет нам 15% меткости. Опять же, меткость недооценивает многими игроками, поэтому, собственно, использование этого скилла даст вам дополнительный ДПС при фарме мобов. Второй скилл, который используется на фарме мобов, это два топора в землю. Который тоже, в свою очередь, дает нам баф на урон. Ну и, собственно, теми любимой вертушкой гиганта, с помощью которого наносится основной урон. Собственно, и в большом количестве СП можно использовать автоатаки. Они наносят урон не хуже, чем два топора в землю и регенят нам ФП. Собственно, приблизительная ротация такая, это удар головой, два топора, подкид мобов и, собственно, закрутка. Очень важно закручивать мобов, особенно которые заворачиваются с помощью вертушки, и наносить бэк-атаки, которые, собственно, ускоряют фарм. Ну и на вертушку забыл, наверное, ты добавить, нужно заморфить ХП реген, да? Не, ну, само собой, это должно, собственно, сделать каждый гигант первым делом, как достигнет 50-го левела. Так, ладно, про парики понятно. А что скажешь про урон в одну цель? Это элитки и, допустим, к зарка. Ну, с боссами вообще гиганту просто. Крутиться бэк-атаками. Если не жалко, собственно, банок на ФП просовывать. Колесо, особенно если есть большое количество атаки. Колесо очень сильно эскалируется от урона, который есть на гиганте. То есть, чем больше урона, тем больше колесо и больше. Ну, а так, стандартная вертушка и автоатака на КД. Периодически просовывает для бафа удар головой и два топора. Ну, вот, собственно, и все. Ага. Ну, ты сейчас... Ну, ты достаточно в загире там. Не имеет смысла стопать вертушку. Никогда, как правило. На тех же элитках и... На тех же боссах. Ну, давай, теперь твоя стихия. ПВП один на один. Ну, собственно, гигант, он на самом деле довольно слабый класс. В игре один на один. В миру все полегче, а на арене все посложнее. То есть, что вам ебошить один на один, вам нужен левел, блядь, и загир. Без этого, собственно, никуда не деться. Это первое, что надо понять, собственно, и уяснить. Либо стоять в фарминге долго и упорно, там, либо донатить, но... Иметь хороший загир, конкурентоспособный. Без этого, собственно, ничего не будет. Про положительную сторону гиганта сказать. У него очень хорошая зетка и ульта. Зетка дает, собственно, 30% криту. Что, собственно, является очень крутым бонусом. Один из наиважнейших скиллов гиганта, собственно, это бурная лава. Она же пробежка, там оно же ускорение. С помощью него, собственно, гигант, как правило, начинает бой и рвет дистанцию, чтобы подойти в клоус и дать по щам. Ну, немаловажный скилл топа, с помощью которого после этой пробежки стопается цель. Потом идет захват по оглушенной цели. Она падает, подбрасывается. Мы вертим вертушку и забираем цель. Это, собственно, азы игры за гиганта. Вертушка через подбросы с помощью этой комбы убиваются, как правило, большинство целей. Но она не именно шотается, а наносится большая часть дэмэджа. Также, собственно, если против вас там пару противников, или они там не особо загирены, юзайцы топоры топт. Сейчас, собственно, в этом комедийском контенте это несколько занерфим, но все равно топт сейчас работает очень хорошо. Мало кто против него собирает резисты. Собственно, основной контроллер сейчас скилл гигант. Ну, гигант не гигант без захватов, но в миру, к сожалению, они не очень хорошо работают, потому что за то время, пока вы там вертите своего противника, он успевает отожраться. Основная комбинация, через которую убивает, это захват, прокидит через себя, два топора, подброс, вертушка. Наносит хороший брустовый дэмэдж, если там цель уходит на хп, нажимается она там либо колесом, либо догоняется там с тряской комбой, там с обрезанной вертушкой, топотом. И суть важна, но это один, собственно, из дэмэджейших самых скиллов гиганта, это вертушка подброс. Собственно, повторюсь, при хорошей атаке неплохо работает колесо, которое всегда может закрываться в комбе топотом для подконтроливания цели. И вот прям в лицо можно закрутить на хороший урон. Расскажи, пожалуйста, твои первоначальные задачи и вообще, как ты действуешь в массовом PvP? Вот, допустим, на замке там мы деремся. Что из себя представляет гигант? Ну, собственно, гигант это контроль в первую очередь и во вторую очередь это, естественно, дамаг. В основном я пытаюсь сдать контроль и при удачном стечении обстоятельств, если я вижу, что там кого-то законтролили, сам задамагать. Масса PvP это все намного проще, чем один на один. Ну, основной скилл для массового PvP это, естественно, топот. А у меня скилл, который вешает кучу дебафов и дает контроль. Собственно, комбы с ними. Это там ватапара топот. Колесо топот. Обрезанная вертушка топот. Вот, собственно, миксу эти комбы. Ну, и находитесь в центре вражеского рейда и контроливаете основную массу противников. Как-то так. Ну, и гиганты еще выступают как щит, да? Для тех же самых там лучников, 40. Ну, это все ситуативно, это как обговорено заранее. Ну, гигант, он сам по себе имеет большую модельку, а тут реален бодиблок, то есть и пробежать. И, как правило, на гигантов агрится. Потому что эскейпов мало, ни сорки, ни таймера. Ну, в массу ППП, что почаще встряску использовать, потому что она сейчас очень хороша. Делает ему контролью и впитывает часть дэмэджа. А почему ты именно выбрал класс гигант? Ты играл за какие-то другие классы? Ну, я посмотрел модельки. Мне большую модельку гиганта понравилась. Да, на самом деле, я когда первый раз ознакомился с БДО, мне тоже гигантов очень привлек, даже внешним видом. Ну, все равно как-то, можно так сказать, прошлое сыграло свою роль, и больше я люблю лучников. Гигант на самом деле крут, вообще крут. Даже выглядит круто. Как всегда, ссылку на билд и что лучше одевать на гиганта вы увидите под видео. И, кстати, Демонстр, дружище, привет тебе! Спасибо, ребята, что смотрели данное видео. Подписывайтесь на канал, заходите к нам в группу ВКонтакте, пишите свои комментарии. И, как всегда, всем удачного дропа. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok